Русское шоу Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И много-много интересного! Напоминаем также телефон, по которому вы можете прислать текстовые сообщения во время прямого эфира. Это 085-133-0530. Ну а пока звучит музыка. Зовите ваших близких, зовите ваших друзей. Оставайтесь с нами в течение часа, дорогие друзья! Маленькая... Субтитры создавал DimaTorzok Этот закон давно известен, неинтересен, мир без песен. Если даже дождь идет с утра, Надо, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой, Попробуй в жизни хоть раз Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Все позабыть, что миновало, Все, что упало, то пропало, Все, что ушло обратно, не вернешь. Только туда и нет обратно, То, что сейчас невероятно, Завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, проснись и пой, Попробуй в жизни хоть раз Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Часто от взрослых слышат дети, Что измельчало все на свете, Люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале Деды о том же им ворчали, А между тем все так же мир хорош. Проснись и пой, проснись и пой, Попробуй в жизни хоть раз Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Проснись и пой, проснись и пой, Попробуй в жизни хоть раз Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Лучшим европейским городом будущего в общем зачете назван Лондон. В конкурсе «Европейские города будущего» в этом году приняло участие 468 населенных пунктов. Посчеты проводились согласно анализу и оценкам ведущих экспертов издания Foreign Direct Investments и включали экономический потенциал, человеческие ресурсы, уровень расходов на ведение бизнеса, качество жизни, качество инфраструктуры, легкость ведения бизнеса и стратегия продвижения. Этот рейтинг считается весьма авторитетным и дает эффективный анализ городов Европы для ведения бизнеса и инфестиционного развития. Определялся лучший город в общем рейтинге всех городов, а также каждый город участвовал в своей весовой категории. Сразу три ирландских города попали в 25 лучших. Дублин вошел в топ-5. Отдав пальму первенства британской столице и в целом Британии, как самые многочисленные по представительству, в которые участвовали сразу восемь городов в числе лучших, Ирландия представила три своих города. Столько же оказалось городов и от Франции, которую обошли Нидерланды. Четыре города. Лучшим ирландским городом в общем рейтинге оказался Дублин. Он разместился на пятой позиции. Компанию столицы Ирландии составили Корк, 24 место, и Головой, 25 место. Что касается отдельных категорий, то здесь среди городов-миллионников опять первым оказалась столица Британии. Дублин занял третье место, пропустив вперед Хельсинки. Также в топ-10 попала и столица России. Анализируя отдельные показатели, отметим, что Москва заняла седьмое место по экономическому потенциалу. В категории уровень расходов на ведение бизнеса высокие места заняли Тбилиси второе место, Киев восьмое место и Минск девятое место. Москва же, в свою очередь, забралась очень высоко в категории легкость ведения бизнеса, заняв там второе место. Питер оказался лучшим в категории легкость ведения бизнеса, а категорию уровень расходов на ведение бизнеса среди крупных городов возглавила Рига. Топ-6 в этой категории состоит полностью из знакомых нам городов. За Питером идет Кишинев, Молдова и четыре украинских города – Одесса, Запорожье, Львов и Днепропетровск. Среди малых городов отмечен Вильнюс, который стал лучшим в категории уровень расходов на ведение бизнеса, и сюда же попали Таллинн третье место, Севастополь четвертое место и Николаев седьмое место. Головый признан самым лучшим европейским городом будущего на 2014-2015 год. Здесь безоговорочным победителем оказалась Ирландия. Три первых позиции в общем зачете заняли Головой, Уотерфорд и Лимерик. Уотерфорд также признали лучшим в стратегии продвижения. Как сообщает руководитель регионального офиса по защите бездомных, нехватка жилья заставляет селить бездомных в гостиницы, и ситуация может ухудшиться в ближайшее время. Ведь помимо дефицита жилой площади, также продолжает расти и аренда на нее. По обнародованным данным, 130 семей бездомных на данный момент проживают в гостиницах Дублина. Всего в Дублине за 2013 год зарегистрировано 4613 бездомных, 1958 человек из которых впервые обратились за подобной помощью. Это составляет 40% от всего количества людей, проживающих на улицах столицы Ирландии. В Дублине проживает почти 5000 бездомных. Помимо столь серьезного пополнения бездомных, есть и такие, которые отказываются от бесплатной помощи. В 2013 году 793 человека из числа бездомных ушли жить на свои собственные средства. Этот показатель слегка снизился по сравнению с 2012 годом. Тогда таких людей оказалось 879. Из других статистических данных отметим, что 75% от всех бездомных – это мужчины и лишь 25% – женщины. Накануне также появилась информация, что длительно находящихся безработными граждан заставят работать за 1 евро в час. За выход в финальную часть Евро-2016 Ирландия поспорит с Германией, Польшей, Шотландией, Грузией и Гибралтаром. Вот и дождались футбольные болельщики результатов жеребьевки в отборочном турнире к финальной части чемпионата Европы, который пройдет в 2016 году во Франции. Ирландцам снова попалась Германия, которая совсем недавно в Дублине на Ави во стадионе просто унизила хозяев поля, выиграв у них со счетом 6-1. Это было 12 октября 2012 года, напомним. Ответный матч Германии также закончился крупным поражением ирландцам, ирландцев со счетом 0-3. В целом же Ирландия встречалась Германии 20 раз и смогла одержать 4 победы, уступила 10 раз, и 6 матчей закончились ничейным результатом. Вторым очень интересным соперником для ирландцев можно назвать поляков. Представители этой страны составляют значительную часть иммигрантов, проживающих на Изумрудном острове. Ирландцы также недавно встречались со сборной Польши. Товарищеский матч, проходивший 19 ноября в Познане, завершился нулевой ничьей. И, конечно же, основной изюминкой этого отборочного цикла для ребят в зеленом будет противостояние с северными соседями, шотландцами. Ну и, несомненно, наши соотечественники будут рады новости, что в группу к Ирландии попала сборная Грузии. Помимо вышеназванных команд, в ирландскую группу попала и малоизвестная сборная Гибралтара. Актуальной проблемой Ирландии остается значительное количество безработных, которым государство выплачивает пособие. Среди тех, кто официально числится безработным, есть и такие, кто не работает уже много лет. Ирландское правительство рассматривает нововведение, суть которого будет стимулировать к работе именно тех, кто получает пособие уже достаточно долгое время. Таким людям будет предлагаться общественные работы по 20 часов в неделю, которые будут оплачиваться по 1 евро за час работы. Эта сумма будет приплюсовываться к получаемому пособию. При отказе от выполнения общественных работ безработный будет лишен пособия, либо же оно будет частично урезано. Если быть точным, то речь идет о 19,5 часов таких работ, которые необходимо будет выполнять на протяжении двух лет. Планируется в целом по стране найти такую работу для 3000 социальщиков, 800 из которых будут задействованы в графстве Дублин. В число работ будут входить уборка территорий, ремонт дренажных систем, работы с компьютером, в библиотеках и работа туристическим гидом. Фактически от предложения невозможно будет отказаться, подчеркивает представитель Фиана Файл Дара Калери. Это нововведение Government's Gateway Initiative призвано заставить работать безработных практически бесплатно, или же они будут лишены пособия. Ожидается, что Совет Дублин-Сити получит 295 таких работников. Совет Фингала и Южного Дублина по 215 рабочих и Совет Дан Лири Радаун – 110. Инициатива была уже согласована заинтересованными союзами и властями на местах, которые должны получить выгоду от помощи со стороны безработных. С момента введения начисления штрафных баллов в Ирландии уже более 2,5 тысяч водителей были лишены водительских прав. Как известно, согласно нынешним правилам, водители на дорогах Ирландии могут совершить определенное количество нарушений, прежде чем они лишатся своих прав. 12 штрафных очков являются именно той гранью, после которой изымается водительское удостоверение на полгода. После трех лет полученные штрафные очки аннулируются. Основная масса нарушений на дорогах влечет за собой, как правило, два штрафных очка. Эта схема появилась и начала действовать в 2002 году. И за первый год ее существования только один нарушитель был лишен прав, набравший штрафных 12 очков. В 2004 году таких уже оказалось 18. С каждым годом число нарушителей продолжало расти. И вот уже эта цифра перевалила за 2,5 тысячи. Самым урожайным годом оказался 2009. За этот период от езды за рулем было отстранено 433 водителя. Для сравнения сообщим, что в прошлом году таких нарушителей оказалось 299. А в этом году таких счастливчиков уже 35. Стоит отметить, что введенная система наказаний оказалась эффективной, так как число жертв на дорогах за последние 10 лет значительно уменьшилось. И как замечает представитель страховой компании Конор Фейнен, водители после получения двух штрафных очков начинают ездить более осторожно. А получившие 4 балла уже очень серьезно относятся к своему вождению. В прошлом году количество дорожных смертей впервые пошло вверх, отмечает Конор. Нас это расстраивает, и, возможно, это связано с послаблением требований и проверок на дорогах служителями правопорядка. Как мы сообщали, на прошлой неделе всего за один час проверки на одном из участков в Дублине гардой было остановлено 89 нарушителей. Все были пойманы за использование мобильного телефона во время движения. КОНЕЦ 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 Ты знаешь, так хочется жить, Наслаждаться восходом багряны, Жить, чтобы просто любить Всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить, Просыпаться с тобой на рассвете. Взять и кофе сварить, Пока еще спят все на свете. Ты знаешь, так хочется жить, Жить, как не напишут в газете, Взять и все раздарить. Жить, чтобы помнили дети. Ты знаешь, так хочется жить, Взять и все раздарить. Взять и всем объемить, Я вернусь, даже если прибега. Субтитры создавал DimaTorzok Ты знаешь, так хочется жить В ту минуту, что роковая Все плохое забыть, всех просить Лишь прощенье, спасенье я знаю Ты знаешь, так хочется жить В зимнем саду, спящей вишене Чтоб по весне рассвести Дерево для новой жизни Дорогие друзья, повторяем телефон, по которому можно передать привет и текстовые сообщения прислать во время нашего эфира с 9 до 10 часов утра. Это 085-133-0530. У нас сообщение от Роберта Цая. Вы все помните выступление Роберта Цая в прошлой нашей передаче. Это руководитель, создатель клуба «Триумф», в котором тренируются наши юные гимнастки. И вот в прошлый раз мы рассказывали, что начался Dublin Cup. И Роберт Цая вчера сообщил нам, прислал вот это следующее сообщение, которое я сейчас зачитаю, о том, как прошли соревнования Dublin Cup. Вот что пишет Роберт. Хочу рассказать о проходившем 22-23 февраля открытом международном турнире по художественной гимнастике Кубки Дублина Dublin Cup 2014, который проходил в спортивном зале в Fibblestone Community Center в Дублине 15. В соревновании принимало участие больше 200 гимнасток из 12 стран. Они состязались в нескольких возрастных категориях в группах А, Б и Ц. Наш клуб представляли 26 гимнасток. И выступили все очень здорово. Особую благодарность хочется выразить родителям гимнасток Ольге Соболь, Юлии Марсаковой, Ольге Понариной, Валентине Перьяславец, Алевтине Тен, Вадиму Юн, Андреусу Вайсикуносу, Наталье Цай, Ольге Новокрещеновой, которые приняли очень активное участие в организации и проведении этого турнира. Спасибо им всем. Также хочется поблагодарить Михаила Баскина, транспортную компанию «Артурос» из «Амбар Кафешоп», Юлию Марсакову из «Пьер Карден», Наталью из «Суши Бара» за их помощь в организации турнира. Спасибо всем. Ну, а мы со своей стороны поздравляем девочек, которые так замечательно выступили, поздравляем их родителей, поздравляем тренеров с их успехом, и поздравляем Роберта с успехом его клуба, с успехом его девочек, его тренеров. Желаем вам, дорогие девочки, дорогие тренеры, новых успехов в чемпионатах также мира и, возможно, даже на Олимпийских играх. Почему нет? Ведь вы только начинаете ваш путь, и клуб ваш очень молодой, и вы, в общем-то, первые ласточки этого клуба. На самом деле, так оно и есть. И следующая песня будет звучать также для вас, дорогой коллектив клуба «Триумф». Ну, и у нас есть еще привет. Привет Наталье Бергхольце и ее мамы Ларисе, проживающие недалеко от нашей радиостанции в Доклендс. А также Наталья и Валентин поздравляют Светлану с днем рождения. И следующая композиция звучит для вас, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы в этой жизни только гости, немного погостим и станем уходить, кто раньше, кто поздней. Все поначалу было просто, чем дальше, тем трудней, и жизнь летит быстрей, и мы бежим за ней. Как свеча, горяча, стекает струйкой воска, тихо жизнь моя, и нет пути назад. Никогда не клянись, не обещай, что проживешь, как надо жизнь. Взгляни в судьбе, в глазах. Мы в жизнь приходим по закону, Все в ластущей судьбы, на смену тем, кто был, и тем, кто не успел. Все будет как угодно Богу, И может я спою все то, что до меня ушедший не допел. Два пути не пройти, И от судьбы, как ни старайся, не уйти, И жизнь возьмет свою. А назад не смотри, Не вспоминай свои ошибки, Ты на пути, иди, И все пройдет. Дорогие друзья, сегодня 1 марта. Поздравляю вас с наступлением весны, хотя в Дублине и в Ирландии весна наступает 1 февраля, но все-таки мы как-то привыкли к тому, что в наших странах, откуда мы приехали, и весна наступает именно сегодня, 1 марта. И сегодня еще праздник весны в Молдове. В Молдове и в Румынии сегодня празднуется праздник Марсишор. И поздравляем всех наших слушателей из Молдовы, которые проживают на нашем изумрудном острове, а также всех родственников и знакомых, которые слушают нас в Молдове сейчас, с вашим праздником, дорогие друзья. Марсишор — это народное название первого месяца весны, поэтому праздник с одноименным названием в Молдове начинают отмечать сегодня. Традиции Марсишора, древнего символа возрождения природы, в преддверии весны, Молдаване связывают со старинным божеством Бабой Докии. Символом праздника является двухцветное плетеное изделие Марсишор. Его историю связывают с плетеной Докии нитью года, которая собирает воедино, сплетает из двух цветов 365 календарных дней. В этом плетении белый и красный цвета — это зима и лето, основные поры года. Весна и осень считались переходными. В древности молодые мамы сплетали Марсишор, подвязывали к нему серебряную или золотую монетку, и утром 1 марта до схода солнца привязывали на ручку ребенку, предохраняя его от болезней и неурядиц. Девушки и парни на этот день дарят друг другу Марсишоры. Эти символы Молдаване носят на шее или на груди с признаками победы весны. Пока не споет кукушка, не зацветут черешни или розы, не прилетят аисты или ласточки, до цветения деревьев. После этого Марсишоры привязывают к деревьям, чтобы они плодоносили. Марсишор носят, чтобы получить благословение солнца, которое отблагодарит красотой, радостью и здоровьем, честью и чистотой души. Поскольку это символ солнца, счастья и здоровья и любви, считается, что тот, кто подарил Марсишор, принес в дар частичку солнца. И мы поздравляем всех вас, дорогие слушатели, из Молдовы, из Румынии и передаем привет нашим слушателям, молдаванам, живущим в Ирландии. Мы знаем, что очень многие молдаване слушают, а также знаем, что нас постоянно слушают Валентина и Руслан из Эштауна, а также Инга из Кишинева, Вячеслав Марару из Кландалкина, Кристина, а также передаем привет нашим новым слушателям Ольге Гулько с семьей из Кишинева. И следующая композиция звучит для вас, дорогие друзья. Тумбалалайка 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 Чудната песен за любовь та Тумбалалайка 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 ПЕЙ БАЛАЛАЙКА, ПЕЙ БАЛАЛАЙКА, ЧУТ НА ТАП КАЙ СЕНЗАЛЬУ ВОКТА ПЕЙ БАЛАЙКА, ПЕЙ БАЛАЙКА, ПЕЙ БАЛАЙКА, ЧУТ НА ТАП КАЙ СЕНЗАЛЬУ ВОКТА ПЕЙ БАЛАЙКА, ПЕЙ БАЛАЙКА, ЧУТ НА ТАП КАЙ СЕНЗАЛЬУ ВОКТА Дорогие друзья, именинники сегодняшнего дня Павел, Илья и Порфирий. Поздравляем всех носителей этих имен с вашим праздником Павел, Илья и Порфирий. Также сегодня, дорогие друзья, Всемирный день гражданской обороны. Это очень актуальный день в наше время, когда тревожные события происходят на Украине и в России. Леонид Кожара, который не так давно был министром иностранных дел Украины, требовал от представительств посольств Украины в других странах искажать информацию о ситуации в Украине. Об этом заявил посол Украины в Турции Сергей Консунский, открытое письмо которого размещено на официальном сайте посольства Украины в Турции. Сергей сообщает, что в течение последних трех месяцев его и другие посольства Украины получали разнарядки от МИДа, в которых информация о событиях в стране была абсолютно перекручена. В полученных письмах указывалось именно, как должны рассказывать о беспорядках в Украине представители посольств. Но, как допускает посол Украины в Турции, многие посольства игнорировали эти требования. 23 февраля Верховная Рада Украины проголосовала за освобождение Леонида Кожары от исполнения обязанностей министра иностранных дел. Напомним, что украинцы и сочувствующие им представители других стран неоднократно в последние месяцы пикетировали представительства Евросоюза в Дублине, в том числе здание посольства. Общение с послом Украины в Ирландии было не особо полезным, по мнению участников пикетов. В общении с украинцами Сергей Рева не разделял их точку зрения, и его мнение не особо отличалось от версии правительства, которая, по мнению протестующих, была искаженной. Что же пишет, например, о событиях в России российский священник отец Виктор Новиков у себя на веб-странице? «У меня по поводу событий в Киеве в эти дни был очень интересный опыт», — пишет отец Виктор. «Если я интересуюсь ими, то помыслы от демона нападают так, что не дают молиться, а если не интересуюсь и через исповедь освобождаюсь от всего ранее нафиксированного, то наступает покой, и молитва не просто идет чисто, но еще поддерживается явными просвещениями от Бога. То есть Господь показывает, что поскольку я интересуюсь этим, то я это держу, потому что не только не ужасаюсь этими явными противостояниями одних моих братьев против других, но еще и поддерживаю одну сторону против другой, а тем самым поддерживаю вражду. И рассматриваю все это спокойно, в то время, когда там гибнут люди. А вот если поместить на сторону одних моего младшего брата, а на сторону других своего старшего, то восприятие их противостояния друг против друга становится совсем иным. Хочется немедленно выключить экран телевизора и просто не видеть этого, молясь о том, чтобы все это немедленно прекратилось. Еще много мнений высказывают и священники, и политические работники, и простые люди России и Украины по поводу печальных и трагичных событий в Украине и в России. И, конечно, никто не может оставаться сейчас равнодушным. Сегодня у нас в программе будет интервью с Линой Алимовой, режиссером из Латвии, которая снимает документальные фильмы о событиях из горячих точек. И вот сегодня мы представим в записи интервью с Линой Алимовой. Нас ставили и слева, и справа, Нас встречали повсюду враги, Но бессильной была их отрава, Мы знамена свои сберегли, Мы несем их еще и сегодня По неторным тропам и во мгле, По предательским падая сходням, В этом мире, лежащем во зле, По предательским падая сходням, В этом мире, лежащем во зле, В этом мире и злом, и кромешном, Мы, забытые, всеми идем, Нас все меньше, все меньше и меньше, Но мы русское знамя несем Это знамя любви и надежды Нашей веры в наш русский народ Кто нас сменит, идите, как прежде Наше знамя несите вперед Кто нас сменит, идите, как прежде Наше знамя несите вперед Дорогие друзья, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию интервью с режиссером Линой Алимовой, которая проживает во Франции и снимает фильмы о соотечественниках, о российских соотечественниках, Живущих в разных странах, во Франции, в Германии, в Швейцарии Это интервью было подарено нам Самой Линой Алимовой, потому что она является моим другом И сейчас мы представляем вашему вниманию Запись этого интервью, которое было дано Для латвийского радио Авторадио представляет программу Народ хочет знать Самые острые проблемы Оперативная информация Версии специалистов Мнения слушателей Все это в программе Народ хочет знать На Авторадио Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня у нас в гостях режиссер Лина Алимова Добрый день, Лина Здравствуйте Начнем, пожалуй, наш разговор Вы снимаете кино о фашизме в Европе И для начала хотелось бы узнать Что бы служило причиной Для того, чтобы вы начали съемки такого кино Но эта причина уходит своими корнями В мой первый проект «Легко ли быть русским» Этот фильм посмотрело несколько человек Он был с французскими субтитрами Эти люди по-русски не говорят И у них возникла идея Съемок фильма об антисемитизме Они мне предложили заняться вот этим проектом Но когда я начала собирать материалы И изучать их готово к такой большой работе Потому что на меня пахнуло, как из зловонной ямы Такой злобой и таким невежеством И я когда увидела вот эту вот бирстну Я поняла, что у меня сейчас просто не хватает сил Каких-то творческих И мастерства у меня не хватает Это противостоять Я предложила фильм снять о фашизме На примере двух людей, которые когда-то жили в Лад Жанни Салипкий и Герберта Цюкурса То есть они как бы как линии проходят через весь фильм, да? И да, первоначальная моя идея такова Но знаете, иногда в конце Как-то по-другому все время получается Фильм уже начинает жить своей жизнью Дело в том, что потом я начала размышлять И собирать материалы И знаете что? Я пришла к выводу, что Это фашизм, в общем-то Он имеет не просто какие-то политические причины Какие-то экономические причины Фашизм, он живет внутри нас Вот смотрите Мы вот спразднуем 65 лет победы над фашизмом Празднует весь мир И пожалуйста, посмотрите Фашизм Пожалуйста, везде маршируют неофашисты Он возрождается Я так поняла, что этот зверь не побежден Мой фильм будет о семисмертных грехах Я бы сказала так Я попытаюсь уже порассуждать О том звере, который живет внутри нас И который произрастает при каких-то условиях То есть истоки вот этого фашизма Как бы изначально личностные Да, какие-то Совершенно верно Это человеческая натура Что происходит действительно в Европе на сегодняшний день Это имеет тенденцию к нарастанию Вот этого движения фашистские, неофашизма Вы знаете, эта тенденция есть Увы, не только в Европе Она наблюдается в мире Зрители ждет много сюрпризов Когда вы планируете выпустить фильм? Когда смогут его выведить зрители? Я планирую закончить проект где-то в январе Программа «Народ хочет знать» на Авторадио Про права человека Вы знаете, я когда-то в свое время тоже покинула эту страну уже И никак не могу в нее вернуться Не могу найти способы в нее вернуться Для меня это личная драма Но меня здесь просто гнобят по этническому признаку Это если по европейским меркам вот так вот рассуждать Такая проблема есть Я не гражданка, я принципиально не принимаю гражданство Это моя форма протеста такая Закон о гражданстве на сегодняшний день в Латвии Это нонсенс 21 века И самое главное, что он безумно мешает всему развитию латвийской жизни Закон о гражданстве это один из моментов разделения людей в Латвии Многие политики говорят о том, что каждый, кто хотел когда-то принять гражданство на сегодняшний день Он уже это сделал Это полное вранье Больные, убогие, старики Они могут реально получить гражданство? Они не могут получить гражданство А мне еще задают вопросы иногда здесь А зачем гражданство бабушке в 93 года? Или зачем гражданство психически нездоровому человеку? Знаете, там, где я живу, этот вопрос никто бы не понял И я не хочу понимать этот вопрос Вот кто бы его понял, так это Шегль Грубер Вот как быть с этими больными, убогими? А как быть с Юрием Петропавловским, которому отказали в гражданстве? А как быть с Владимиром Линдерманом? Это уже, извините, из серии политических репрессий Мы начнем с того, что сам статус не гражданина Это ущемление прав в европейском обществе То есть человек на очень многое не имеет права вообще Конечно, я с этим сама очень сильно столкнулась Конечно, я выражаю свою признательность Очень большую Татьяне Аркадьевне Жданук За то, что я, будучи не гражданкой Свободу передвижения Имею такую свободу передвижения И имею возможность жить за границей Где, в общем-то, я, кстати говоря, более продуктивна для Латвии Для своего народа в Латвии Чем если бы я здесь оставалась Вот на ваш взгляд, вот та ситуация с гражданством В итоге будет решена проблема? Или это так и останется вот на этом уровне? Или каким-то образом это выльется для Латвии В негативе в каком-то другом? Как вы считаете? Это выльется для Латвии, она уже вылилась в той ситуации, которая в Латвии сейчас существует Бессовестные люди раскалывают общество всеми средствами Для того, чтобы нация консолидировалась, нужна какая-то естественная основа 20 лет назад русские и латыши были более сплочены На какой-то естественной основе Независимость Латвии В результате раскола общества История Латвии, политическая история Латвии Это история каких-то опереточных пар Программа «Народ хочет знать» на Авторадио Напоминаю, у нас в студии режиссер Лина Алимова Дело в том, что мы по ментальности люди довольно аморфные Для того, чтобы что-то в Латвии сделать позитивное Нужна какая-то политическая воля А когда и так у нас политическая воля, то есть гульки нос И когда она еще по всяким опереточным партиям рассасывается То те люди, которые сидят наверху, этим просто пользуются По мнению очень многих западных экономистов, с которыми я разговаривала И которые понимают ситуацию в Латвии в связи с тем, что они изучали банковскую систему в Латвии А стало быть и общая ситуация Они считают, что для того, чтобы как-то исправить вот эту ситуацию Нужно в Латвии консолидировать власть в одних руках Нам нужен Шарли де Голь И эту власть нужно употребить для того, чтобы вообще изменить нашу конституцию И дать власти президенту больше, да? Да, конечно, совершенно верно Про Латвию Чтобы в Латвии что-то кардинально изменилось Зарубежные экономисты и банкиры рекомендуют следующее Сделать должность президента выборной всенародно И наделить его реальными широкими полномочиями Власть должен автоматически получить премьер от партии большинства И никаких коалиций Президент со своей стороны Свою властью должен четко ограничить работу Сейма стратегическими задачами Прежде всего нужно изменить закон о гражданстве Для ликвидации поражения в правах огромной части населения На уровне конституции закрепить максимально допустимый уровень всех совокупных налогов Закрепить в садвор самоположение оттайни денежных вкладов Это привлечет деньги со всего мира Считают экономисты Закрепить в конституции положение о лесе как основе национального богатства Как минимум 60% леса должны быть в прямом управлении государства Площадь леса по всей стране не может уменьшаться Ни при каких условиях Так считают зарубежные эксперты Для того, чтобы в Латвии что-то кардинально изменилось Программа «Народ хочет знать» на Авторадио Знаете, нам для того, чтобы спасти нашу страну Нам нужно как-то всем объединиться Я просто не знаю, как это сделать Потому что невероятный расход сейчас между нами Я не знаю, где найти эту основу Но если мы ее не найдем Я говорю, мы все, кто любит Латвию Русские, латыши, латгайцы, евреи, цыгане, поляки, белорусы Понимаете, те, кто наверху Им потом на своих беломраморных вилах На лазурных берегах будет нормально А вот как будет на Те, кто здесь останется Я просто не знаю, что и как это будет Вы понимаете, что меня очень удивляет Госпожа Эллард, которая говорит о том Что у какого-то ливанского доктора Который всего лишь выучил латышский язык Сдал на гражданство, чтобы сделать здесь какие-то свои дела У него больше латвийской идентичности Чем у меня Он имеет больше прав на гражданство Чем я, здесь родившаяся Я плоть от плоти этой земли Для меня наши праздники Они вошли просто в мою плоть Они вошли в мою психику уже Костры на Лиге Эти латгайские песни возле костров Меня выкормила грудью латышская женщина Потому что, когда я родилась, у моей мамы не было молока Это вошло в мою уже плоть и кровь Это уже часть меня Как можно сказать, что у меня нет эмоциональной связи с этой землей? Как можно выстроить пуповину со своей матерью? Она или есть, или нет? Напоминаю, у нас в студии режиссер Лина Алимова Про кино Хотелось бы еще, может быть, коснуться вашего фильма, который вышел на экраны Легко ли быть русским? Насколько вообще приспособляемы русские люди за рубежом? Насколько они себя чувствуют комфортно, уезжая, покидая родину? Вы знаете, совершенно невозможно сравнивать две ситуации, которые происходят сейчас и которые произошла тогда Это была катастрофа, геополитическая катастрофа, в результате которой почти 3 миллиона людей, русских людей, были вынуждены бежать, просто спасаясь от расправы Как вот, знаете, горчичное зерно, из которого может произойти дерево Например, они сохранили православие Мало того, что они сохранили православие, они построили единственный в Европе богословский институт Они воспитывали детей, они создавали там организации, чтобы воспитать детей в русском духе Мотивы-то совсем другие, они же не ехали туда искать лучшую жизнь Ну, может быть, поэтому им удалось сохранить именно самое лучшее, то, что им дало их происхождение, их родина Вы знаете, как говорит одна героиня моего фильма, что мы, белые, потеряли Россию материально, но мы сохранили ее дух Вот посмотрите мой фильм, вы увидите массу подтверждений этого А большевики, они отвоевали Россию материальную, но уничтожили ее дух Один из героев моего фильма говорит, что мы все помним слова Достоевского, что русский человек без бога дрянет Спасибо вам огромное за очень интересное интервью И желаю, главное, вам удачи в завершении вашего проекта Спасибо Дорогие друзья, у нас в программе было интервью с Линой Алимовой, режиссером из Риги И фильм Лины, о котором идет речь, скоро его премьера состоится в Доме Москвы в Риге А также мы планируем получить его и для Дублина А сейчас мы передаем привет нашим маленьким радиослушателям И недавно в нашей программе принял участие Альберт Тайников Это был буквально радиомост нашей программы с Калининградом И Альберт, автор, один из авторов, художник и автор сказок журнала Мур, российского журнала Мур для детей Тогда рассказал о создании журнала, о творчестве своем И зачитал даже сказку о ежиках А сейчас в исполнении Альберта вы услышите, дорогие друзья, маленькую сказку стихотворения Которую написал сам Альберт для ваших детей Она называется «Бабушка-паук» Зовите своих детей к радиоприемникам А также мы передаем привет малышам, которые слушают нас, имена которых мы знаем Это Мелоди, это Эмили, это Дима Это новенькая слушательница, маленькая девочка Оливия Из молдавской семьи, из Кишинева Приветствуем тебя, Оливия Приветствуем твою семью, новых наших радиослушателей И всех-всех детей, имена которых мы пока еще не знаем, но которые слушают нашу передачу Итак, для вас звучит маленькая сказка Стихотворение Альберта Тайникова «Бабушка-паук» Авторадио представляет Бабушка-паук Героическое стихотворение о героической бабусе Вот как это было Старенькая бабушка вылезла в окно Подоконник скользкий, поздно и темно Хрустнула суставами вопреки годам И пошла по крышам и по проводам Плащик красно-синий в сеточку Дети голосили «Бабушка-паук» Сдвинув к носу брови Прямо как во сне По отвесной каменной Поползла стене Там, где из окошка На пятом этаже По всему кварталу дым валит уже Там, из дальней комнаты Слышен детский крик Из окна на бабушку Вдруг падает старик Бабушка хватает дедушку кряхтя И еще прихватывает малое дитя И собаку дога в клетке хомяка Держит кремко бабушкина цепкая рука Медленно спускается Ставит всех на земь Вечер тихий, теплый Десять-двадцать-семь Вдалеке пожарные едут и гудят А вокруг столпились все И галдят, галдят Но вот пожар потушен Счастлив весь народ Вот спасенный дедушка И младенец вот И собака бегает рядом по тропе А бабушка исчезла Растворяясь в толпе Ей не надо славы Почести и обуз Бабушка пошла домой Пожевать арбуз И прижмется к бабушке Драгоценный внук Ты опять спасала мир Бабушка паук Вот такая сказка первая Прозвучала в исполнении Альберта Тайникова И мы надеемся, что Альберт, как обещал, запишет нам новые сказки и песни Дорогие друзья, заканчивается масленица И завтра прощенное воскресенье Последнее воскресенье перед Великим постом Или седьмое воскресенье перед Пасхой В этот день в церквях и на литургии читается Евангелие С частью из Нагорной проповеди Где говорится о прощении обид близким Без чего мы не можем получить прощение своих грехов О посте Ну, сообразно с этим евангельским чтением Христиане имеют благочестивый обычай Просить в этот день друг у друга прощения грехов Ведомых и неведомых обид И принимать все меры к примирению к враждующему Это первый шаг на пути к Великому посту Поэтому это воскресенье и принято называть Прощенным воскресеньем В этот день после вечернего богослужения В храмах совершается особый чин прощения Когда священнослужители и прихожане Взаимно испрашивают друг у друга прощения Чтобы вступить в Великий пост с чистой душой Примирившись со своими ближними А также завтра мы напоминаем вам Что завтра состоится семейный день Закрытие масленичной недели Семейный день состоится в гостинице Болсбридж Начинается семейный день в 11.30 И заканчивается в 18.30 Программа подготовлена для взрослых и для детей Один этаж будет отдан под программу для детей А второй этаж смогут посмотреть программу взрослые Входной билет стоит всего 5 евро на весь день Парковка 5 евро для гостей тоже на весь день Будут блины, будут угощения Русские угощения Можно будет сделать снимок в кокошнике И русской шали Подготовлены два детских спектакля Спектакль приключения снеговичка И спектакль лесная сказка В исполнении артистов Московского театра кукол И также спектакль синяя птица Спектакли идут на русском языке С английским синхронным переводом Также будет игровая программа с детьми Подготовленная русской школой При православной церкви Петра и Павла в Дублине И игровая программа для детей В исполнении учащихся русских школ в Белфасте Под руководством Елены Гедис Для взрослых же готовятся интересные концерты Один из которых это концерт гостя из Москвы Певца Дмитрия Жарова Пожалуйста, обязательно приезжайте, дорогие друзья И получите это удовольствие И подарите это удовольствие вашим близким Вашим детям Пригласите также ваших ирландских друзей Потому что программа будет идти на двух языках И мы, конечно же, приветствуем наших ирландских слушателей Студентов Тринити Колледжа И всех тех, кто у нас слушает нашу программу Изучает русский язык Мы приветствуем Эшлин и ее семью Привет, Эшлин и всех наших друзей, наших слушателей Которые изучают русский язык Ну и также хотелось бы закончить нашу передачу сегодня Пожеланием вам всего самого доброго, дорогие друзья Всего самого хорошего В этой масленичной неделе Проведения правильного завтра Прощенного воскресенья И мы поддерживаем также И российский, и украинский народ И хочется закончить также словами российского священника отца Виктора Новикова Еще раз, что немедленно нужно молиться И немедленно это прекратить Понятно, что все это специально попущено Богом Чтобы привести всех нас к полному покаянию Ведь никто из участников конфликта Ничего не говорит и не думает о происхождении помыслов И об участии во всем этом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!